Ребята, всем привет! Привет всем также и их родителям! В сегодняшнем видеоуроке мы будем исправлять проблему с вылетом проводника. Или когда вы нажимаете правой кнопкой мыши по какому-то файлу или папке на рабочем столе, вызываете контекстное меню, а у вас сразу идет перезапуск. То есть вылетает, перезапускается, перезагружается проводник. Что делать в этом случае? Сейчас я покажу несколько способов. Первый способ. Нажимаем пуск, выполнить и пишем msconfig. Переходим во вкладку автозагрузки, открыть диспетчер задач и все из этого списка отключаем. То есть мы выделяем, нажимаем отключить и таким же образом все остальное. После этого перезагружаетесь и проверяете свою проблему. Если проблема устранилась, значит снова заходите в диспетчер задач, в автозагрузке и поочередно включаете по одной программе. Например, включаете сначала первую, включить, снова перезагружаетесь, проверяете свою проблему. Если проблема не появилась, включаете следующую. И в момент, когда вы включили какую-то программу, после этого перезагрузились и у вас вернулась эта проблема, значит отключаете эту программу и переустанавливаете. Второй способ. Снова идем в пуск, выполнить, пишем msconfig. Идем во вкладку общие и ставим обычный запуск. Применить окей. Перезагружаемся и проверяем свою ошибку. Если первый и второй способ вам не помогает, переходите к следующему. Набираем панель управления. Идем в оформление и персонализация. Параметры проводника. Здесь опускаемся ниже и убираем галочки. Показать недавно использовавшие файлы на панели быстрого доступа. И показать часто используемые папки на панели быстрого доступа. Нажимаем очистить. Применить. Окей. И проверяем свою ошибку. Если вы не можете зайти в эту панель, то есть набираете панель, пробуете ее открыть, а у вас перезагружается проводник. Значит делайте следующим образом. Находите на рабочем столе любую папку. Если ее нету, создаете. Открываете. Если проводник не перезапустился, идем в файл. Изменить параметры папок и поиска. Снова убираем здесь галочки. Очистить. Применить. Окей. Если этот способ не помогает, переходите к последнему. Открываем панель. Управление. Система. Администрирование. Переходим. Просмотр событий. Разворачиваем журналы Windows. Выделяем приложение. И смотрим здесь ошибки. Чтобы вам проще было это сделать, делаем сортировку. Нажимаем фильтр. Ставим галочку напротив критическая и ошибка. Окей. У нас появляются все ошибки. И примерно должна появиться вот такая картина. Вот имя сбойного приложения, имя сбойного модуля и так далее. Вот здесь путь сбойного приложения смотрите, из-за какой программы у вас получается перезапуск и ее переустанавливаете. Если же после переустановки эта проблема осталась, то стоит ее просто удалить и заменить какой-то аналоговой. Если же у вас проблемы не с приложениями, а в системе, то же самое. Заходите в систему, фильтруете по ошибкам и находите здесь ошибки. На этом все. Жду ваших комментариев. Пишите, заходите в группу ВКонтакте. Всем удачи, всем пока. Продолжение следует...